В едином теплом, мягком, мерцающем, живописном колорите Туахан и его окружение сознательно выделено локальным декоративным пятном. Джангир в стилизованном историческом костюме ультрамаринного цвета с украшением из камней, а визель в военизированном костюме цвета мундира, а многочисленная свита окрашена бордовый цвет. Облики многих персонажей есть место и гротеску эксцентрики. Цирюльник с малиновой шевелюрой, как современный мутный стилист с разноцветными пятнами от краски на волосах. Жена Хаджи гульбану в дворцовом платье с длинным шлейфом. Большой шапки выглядит тряпичной куклой-апельсинкой, способной подпрыгивать. Огромный тюрбан на голове худого ахуна висит, как некое гнездо на деревянном колу. О матрешке девушки в национальном костюме во дворце, поющей хором песню «Туган-Иль» «Ротной край». Пародия на формальные массовки. Переделка на татарский лад сцена из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Едкой сатирой на чиновничий мир выглядит картина, когда визири с современными пластиковыми папками в руках с меняющей походкой выходят на совещание к хану и устраиваются в одну шеренгу, пряча от него свои узоры. Сценограф Сергей Скоморохов по меткам выражения рецензента соединил низовой народный театр с каким-то условно символическим наивом. В то же время соединил рукодельные и рисованные с почти что трешевым. Нужно отметить, что художник при создании костюмных образов использует художественные приемы, найденные еще Петром Спиранским при постановке фольклорных произведений в 40-е годы. Это Идигая и Худжина Садзин. В основе его метода лежит стилизация, которая состоит в подчеркивании особенно характерных черт эпохи, некотором упрощении и свободном барьировании. Так Сергей Скоморохов обращается к искусству Волгарии и костюмам Золотардынского периода, Казанского ханства, традиционным костюмам 18-го, середине 19-го века, а также к общенациональному костюму рубежа 20-го века. Тщательно изучает опыт прежних восстановок в татарском театре. Костюмы знати, хана и его окружение и жители Кузнечной Слободы он моделирует на основе средневекового волгар-татарского костюма, изобретательные, используя современные технологии. Крой сохраняя монументальность и многослойность и тяготение к полихромии, что характерно для татарского костюма. Платье по мусульманской традиции туникообразно покроет, широкими рукавами, воротник стойка. Кафтан хана монгольского типа, да колен с короткими рукавами. Исходя из особенностей тюрко-монгольских форм, рубахи богато одел нет рукавов. До локтя манжеты, вроде обшлак-браслеты, известные в средневековом костюме казахских татар. Высокий статус подчеркивает широкий пояс, сшитый из богатой парчи с застежкой, украшенной разноцветными камнями. В женских костюмах у невольность, также у Гульбану в первой картине, сохранены основные элементы татарского костюма. По пропорциям и крови они тяготуют костюмом рубежа XX века. Платье со стоячим воротником, широкими рукавами, а подол украшен рядами баланов. Шапка салихи, саторочки из меха, со стороны висков прикреплены характерные для тюрко-монгольских этносов шиновесочные украшения, упрощенные до театральной условности. На ней приталены конзол с полочками стык, с поясной застежкой, каптерма. Если странник начал в начале спектакля в длинном, до полу-бедуинском халате, тридцепилитной формы с капюшоном, то во второй картине, в финале, в черном строгом казакине городского фасона начала XX века, в узких брюках, на голове плоская тюбетейка. У дочери на середине костюм выглядит очень современно. На короткой платье с воротником стойкой, с широкими баланами на подоле надета свободная, прямоспинная и стеганая туника с широкой круглой проймой, поэтому одно плечо кокетливо оголено. На ногах кожаные орнаментированы полосапожки на каблуках. Шаровар заправлены сапоги. Зато на голове маленький калфак, надетый свистающей лопастью на бок, как в начале XX века. Из украшений сохраняются татарские зисячие серьги и браслеты. По иерархии персонажи обувь разных типов. У пастолюдина однотонная из войлока, у хана и его окружение полихромные из кожной мозаики, согласно тюрко-монгольским традициям со слегка поднятым носком. Таким образом, многослойность комедии на кисть анбета об одном из широко распространенных уже XIII века героев устного творчества народов Востока, начиненной текстом арабского драматурга Садла Лавануса, вдохновленного идеей театра мультизации, привела к эпилитичному смешиванию разнофактурных материалов, костюмов различных эпох, соединению разноросных стилей в одном пространстве. Вот такая постмодернистская игра характерна и для других постанов Фарита Бекчантаева. Одни из таких тоже являются широко распространенные в татарском театре спектакль «Банкрот» Галия Скаракамала. Эта комедия тоже была поставлена как комедия-фарс в духе сегодняшнего времени. Таким образом, видим, произошли серьезные изменения в театре, связанные с ломкой привычных представлений о драматургии. В последнее время все чаще текст рождается в самом театре при активном вмешивании, вмешательстве режиссера, порой даже с включением самих актеров на разных этапах подготовки спектакля. Создание новой визуальной образности важное значение приобретает союз режиссера и художника, который обращается к конструктуальной атмосфере доверия и взаимопонимания. И такое тесное содружество главного режиссера театра «Негалейскар Камала» Фридбитчантаева и главного художника Сергея Геннадьевича Скаморохова вывело татарский театр на новый качественный уровень. Спасибо за внимание. Я постаралась уложиться. Спасибо вам большое. Спасибо.